Ну, бывает, дети не могут вынести такое. Дети, да. Дети у меня уже взрослые. Тридцать три года, тридцать девять. Мальчику, девочке тридцать три. Мальчику тридцать девять. И старшая дочь сорок пять. Старшая дочь... А сколько вам лет тогда? Семь-два. Угу. Старшая дочь... В смысле, в Мире в Раде в одной России сына. Сын цередине. Женился на женщине... Давайте, мне все это не надо, ваш вопрос. А потом я, а потом я дополнение спрошу, если мне надо. Они между собой ополчились на старшую дочь, что она не растет, над собой не развивается. И выкатировали фактически, и оставили ее родным сыном. Мне пришлось больше внимания ей выделять. Ну, правильно, нормально. Я люблю всех, и материальная помограция... Тоже правильно. В квартире сделала все. Тоже правильно. У них есть основания так считать. Она ведет себя истерично. Почему она так себя ведет? Потому что она чувствительная и ранимая. Ну, как бы, причина все та же, неправильный образ жизни. То есть она перегревается, у нее психика перегревается, поэтому она так настроена. А у них очень категоричный характер, у обоих, у других двух детей. Ну, это их судьба, они уже будут дальше с этим характером как-то жить. Не, возможно, я не вижу, что это сильно большой конфликт. А этот конфликт идет на фоне того, что они ее вывели из равновесия, и она начала истерить. И они пошли на принцип просто оба. Я не согласна. Ну, это все закончится когда-нибудь. Я не вижу прям, что это все на всю жизнь, ничего не сделали. Ну, еще я понимаю, что они меня тоже были, я больше внимания не выделяю. Тоже категоричность, да. Да, категоричность по отношению... Они меня не писали, пускай себе дома, хотя квартира это практически делает. Да, категоричность есть по отношению к вам. Ну, вот так. Что-то вот как-то изменяет немножко, ну, обижает... Молитва. Молитва. Вот смотрите, я вчера вам говорил. Если то-то, то-то, то природа, да. Если концентрации нет, работать не можем, чувствительность повышенная, ругаемся, сил нет быть вместе, природы не хватает. Теперь, если на работу не можем устроиться, если не можем выйти замуж, не можем найти себе команду какую-то, значит, нужно учиться служить людям. А если я не могу что-то преодолеть в жизни, это ваш случай, тогда контакт с Богом. Ну, то есть, вы не можете преодолеть. Вот это навалилась судьба, называется. Я принимаю их такими, какие они есть, но мне немножко как-то непонятно, почему они так отвернутся и не отвернутся. Потому что так действует судьба. Вот плохой период наступил, они отвернулись. Пройдет год, полтора где-то, и они повернутся назад. Потому что будет другая судьба. Если вы хотите победить эту судьбу, нужна молитва. Если вы сейчас хотите, чтобы они повернулись, нужна молитва. То есть, вот вы принимаете их, это факт, но они вас не принимают. Это что значит технически, если говорить языком судьбы? Первый круг судьбы вы победили, то есть, в вашем сердце по поводу них более-менее нормально. Между вами связь нарушена, и у них в сердце плохо по отношению к вам. То есть, вы молитесь, первый круг жизни, судьбы совсем заканчиваете, у вас спокойно вообще в сердце по поводу них. Сейчас не совсем спокойно. Вы себя просто контролируете. Второй круг судьбы означает ниточка между вами. Ниточка налаживается между вами, и вы начнете с ними общаться. Но они при этом будут немножко к вам категоричны. А третий круг судьбы, это их сердца меняются по отношению к вам, и все отлично становится. Это просто чисто вот надо знать, что делать. То есть, одна из целей моих лекций, это людям дать какие-то системные подходы к жизни. Ну, чтобы примерно представлять, что происходит. Потому что большинство людей вообще не понимают, что есть плохие периоды жизни. И вот это классика, кстати, жанра. У меня с моим ребенком было то же самое. То есть, в какой-то момент бац, ее переклинило. Кстати, в это же время у меня тоже было очень сильно психическое напряжение в девятом классе. Вот, у моей дочери то же самое. Я просто принял решение. Она на год осталась, не училась просто в школе. И потом пошла дальше, доучилась спокойно. И все, она пережила этот год спокойно. Вот, я принял такое решение, потому что я увидел, что у ней психика может быть сорвана просто. Она может сойти с ума от напряжения. Вот, люди чаще всего думают, что это такой человек. Вот, понимаете, вот, допустим, у человека пошло вот это вот напряг внутренний. Первый вывод, мы с ним жить не сможем. Второй вывод, это такой человек и с ним ничего не сделаем. А правильный вывод, это просто плохой период, который закончится и человек опять придет в себя. Вот это правильный вывод. Понимаете, и вот люди в большинстве своем не знают об этих вещах. Они не понимают, что действует судьба. Есть хороший период, есть плохие. Они все это воспринимают буквально. Вот хороший период начался, вы говорите, хороший человек, с ним можно жить. Плохой период начался, плохой человек, с ним жить нельзя. Я в нем ошиблась. А это просто период жизни, который человек должен учиться, терпеть просто, переносить. И все. Ну что, Леонид Ильич, в моем случае молитва, да? Да. Вы сильный человек, вы можете спокойно справиться с ситуацией. Вам надо просто научиться молитве. Вы и так как бы своей внутренней силой побеждаете. Но надо еще учиться понимать, как жить правильно. Потому что если человек не использует... Мы, понимаете, мы как батарейки. Вот душа, она зависимую природу имеет. Видите, мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи, без мира. Вот. Также мы не можем жить без природы, без добрых людей, без Бога. То есть нам нужны... Вот, допустим, для грубого тела нужна пища. Без нее оно просто помрет с голоду. А для психического тела нужна природа, нужны добрые люди и нужен Бог. Если человек этого не понимает, то его психика не будет работать нормально. И в результате он будет разрушать свою жизнь. Понимаете? То есть мы кормить должны не только грубое тело, а также свою психику, свою душу. То есть мы должны наполнять той силой, которая нужна для жизни. Поэтому надо большинству людей менять просто образ жизни. Нужно стараться обеспечивать свою энергетику всем необходимым для нормального существования. Иначе как жить?